Каспийская музыкально-хореографическая школе-интерната исполнилось 40 лет. Желающих учиться в этом учебном заведении сейчас больше, чем может вместить здание. А в 1972-м, после сильного землетрясения, интернат стал настоящим спасением для сельских детей, которые получили возможность учиться в городе. Среди первых выпускников школы и заместитель генпрокурора России Сабир Кихлеров, и в недавнем прошлом вице-премьер дагестанского правительства, а сейчас депутат Государственной Думы Резван Курбанов. Продолжит Камила Гамзатова. Директор интерната Людмила Абакарова листает пожелтевшие страницы старого фотоальбома. Здесь вся история школы со времен основания. 40 лет назад интернат создавался для сельских детей, чтобы они могли получить качественное образование. С 80-го школа получила эстетическое направление. Помимо общеобразовательной школы функционирует и музыкальная школа, полноценная музыкальная школа и хореографическое отделение. По окончании 9-го класса наши воспитанники получают, помимо аттестата об образовании, еще и свидетельство об окончании отделения музыкального либо хореографического. Медали и грамоты в кабинете – результат участия во всевозможных конкурсах и фестивалях. В Дагестане, по стране и даже за рубежом. И везде стабильно призовые места. Жулихат Курбанова – выпускница 74-го года. Вместе со своими одноклассниками она пришла сегодня поздравить альма-матер с юбилеем. Это люди, чье имя украшает и, как говорится, не только стенд отличников, но и имя республики. Среди выпускников этого интерната есть не только те знаменитости, которые лицо нашей страны, но и лицо республики. Учителя, врачи, педагоги очень достойны. На стенде со старыми фотографиями есть и родной брат Зулиха Данииловны – вот этот молодой человек. Сейчас он депутат Государственной Думы Резван Курбанов. Где-то на соседних плакатах есть и фотографии еще одного знаменитого выпускника – ныне заместителя генпрокурора России Сабира Кихлерова. Многие выпускники пусть и не достигли таких высот, но добились признания в медицине, педагогике, хореографии. В самом интернате тоже много выпускников – два зауча и рядовые педагоги. Преподаватель классического танца Анжела Халидова еще несколько лет назад также стояла у этого станка. А теперь уже она учит выполнять сложные па и держать осанку. Сама вижу, иногда не такая охота была танцевать. Я могла, там, учитель отвернется, я могла схалтурить. Понимаю их, поэтому особо не могу их ругать. Но я-то понимаю, могу, ну, замечания делаю, но все же стараюсь построже быть. Желающих поступить в интернат стабильно много, но отбор идет жесткий. Нужно не только обладать музыкальным и хореографическим талантом. У нас очень высокие требования. Самое главное – к физическому здоровью ребенка, потому что нагрузка очень большая на ребенка. И есть определенные ограничения. Дети с пониженным зрением, внутричерепным давлением, нарушением осанки, плоскостопием, они не могут полноценно заниматься по той программе, которую мы предлагаем. Подарок о дню рождения преподнесли и ребята из чистого сердца. Принесли сладости и фрукты. Учителя уверены, из этих малышей вырастут достойные люди. Эстетическое образование, которое они получают в этих стенах, на каждом оставит свой отпечаток. Мы сюда пришли, и мы были дети служащих, рабочих, колхозников. Ну, свои сам. А вышли отсюда теми людьми. И вся эта заслуга, конечно же, педагогического коллектива. Камила Гамзатова, Нариман Алибегов. Время новостей.